Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 9 марта 2018 года, пятница, по одному из старинных, восьмой день месяца пробуждения природы, 7526 лета, шестица. Мы начинаем живой эфир, посвященный теме «Иная суть», четвертая книга из серии «Путь к истокам». И автор-сказитель сегодня у нас Кеневич Александр Юрьевич. Здравия тебе, Александр! Здравия всем! Давненько не было тебя в наших эфирах, соскучились мы. Я думаю, что сегодня будет о чем поговорить, тем более приурочен наш эфир к выходу четвертой книги из серии «Путь к истокам». Я знаю, что есть уже у тебя постоянные читатели и поклонники этого сериала, не побоюсь так сказать, сериала с большой буквы, который посвящен очень-очень многим интересным моментам. Конечно, есть там люди, которые и критикуют, говорят, вот там Юрьевич в первой особенно книге все про жратву, про жратву писал. Ну вот, но как-то вроде все это приостыло и вырисовывается интересная канва того, что происходит. Вот я предлагаю, что сделать сейчас. Во-первых, напомнить или донести знания об этом сериале, об этих книгах тем, кто еще не читал и тем, кто уже читал. Первое. Что это за череда книг и чему она посвящена? Вот давай с этого начнем. Ну, для начала я могу сказать, что все свои книги я посвятил своей дочке Ксении, потому что я заметил, что она очень внимательно смотрела, когда ей что-то читали. Поэтому я и решил вновь вернуться к писательской эстезе и написать серию, чтобы потом не только всем, а в первую очередь о моим детям, внукам и правнукам было о чем вспомнить и задуматься над тем, что я в этих книгах написал. Вот вкратце причина, из-за чего это произошло. Причина хорошая. Вот теперь давай будем касаться уже сути того, что в этих книгах излагается. Мы уже как-то с тобой в первом и втором эфире говорили об этом. Первая книга, она касается, будем говорить, и прошлого происходящего на нашей Земле, и настоящего, и событий, которые происходили далеко за пределами нашей Солнечной системы в далеком космосе. То есть о том, как люди из далекой, будем говорить, глубинки в Алтайском крае судьбы или случая, кому как больше нравится, отказались на космическом корабле и переселились совершенно в другой мир. Вторая книга как бы рассказывает о их жизни и о том, как они вновь пощали Землю, чтобы своих родственников также перевести в новый мир. Третья книга, она больше рассказывает о жизни и философских воззрениях, а также о том, как складывалась жизнь в тех или иных мирах. В четвертой книге, о которой сегодня пойдет речь, как раз идет продолжение, которое начинается с событий, которые произошли сначала в Подмосковье, а потом в Москве во времена правления Ивана Грозного. И вот вкратце так. Эко тебя там это, и в прошлое далекое, и в иные миры, в другие миры, в параллельные измерения, куда там еще заносило, да? Да еще и вдобавок к Ивану Грозному занесло. В разные времена попадали герои книг. Сейчас пишется пятая книга. Вчера была в честь женского дня выложена тринадцатая глава, сейчас пишется четырнадцатая пятая книга. Так что тем, кому интересно, могут читать черновик на собой врачи. Там как раз идет описание событий, которые происходили в конце девятнадцатого века. Вот давай с этого момента чуть поподробнее поговорим. Получается, с одной стороны, это фантастика. С другой стороны, ты основываешься на тех знаниях, которые каким-то образом, пока молчим, каким-то образом, каким-то образом у тебя имеются. Но когда ты говоришь уже о временах, скажем так, Ивана Грозного, как его называют, то в этом случае тебе приходится помимо фантастики, того, что тебе дошло, еще отталкиваться или опираться на то, что сейчас имеется в каких-то там залежах, аналах. Вот как происходит работа с историческими материалами в данной ситуации, в данной книге? Ну, допустим, мои читатели заметили и многие в комментариях на самоздатель писали, что главы очень редко выходят. Это связано с тем, что мне приходится перелопачивать очень много материала. В первую очередь старинных книг, которым не один, не два, а там пять, шесть, семь веков. Благо они сейчас оцифрованы и выложены в свободную душу. Поэтому многие могут встретить в сети книги и 1400-х годов, и 500-х, и 600-х и так далее. То есть, когда просматриваются книги, выпущенные в разных странах, но описывающие одни и те же события, то можно, как говорится, сделать вывод, где, если вот, допустим, четыре страны описывают одинаково, а в пятой что-то изменено, значит, там так называемые историки официальные что-то подправили. И вот, допустим, чтобы относительно немножечко пятой книги, чтобы обозначить численность, да, в регионе, который я описываю, мне пришлось покопаться в интернете и найти первую перепись Российской империи 1897 года, чтобы узнать данные по жителям в городах Томской губернии. То есть, сколько всего жителей насчитали. Хотя никто даже не задумывался. Если официальная версия истории говорит, что Российская империя существует с 1700 года, да, то есть, как бы, 300 лет, ну, а почему переписи, они надумали переписать и узнать, сколько у них населения, только в 1897 году, то есть почти через 200 лет. Такого не бывает. Значит, произошло какое-то событие, в результате которого погибло очень много народу. Поэтому чиновникам имперским необходимо было выяснить, сколько жителей на подконтрольной у них территории осталось. Вот кратко. Понятно. В общем, приходится тебе лопаточкой в истории копаться серьезно. То есть, получается, ты сейчас, исходя из того, что сказал, ты сейчас склонен все-таки к так называемой альтернативной истории, которая говорит, что не все так было гладко, не в таком далеком прошлом, что что-то происходило такое, где что-то там уничтожало в большом количестве, как население, так и леса, так и животных, и много-много чего другого. Так выходит? Да, в том-то и дело, что я склонен не к альтернативному варианту истории, а больше к тому, что был на самом деле. Ведь никто не задумывается о том, что, допустим, тот же Белинский или Пушкин писали, что на бал пришли люди, одетые по парижской моде, а другие пришли в запотопной одежде. Ну, раз они пришли в запотопной одежде, значит, потоп-то был недавно, а не тысячи лет назад. Об этом не задумывались. Наши сказки, которые передаются из поколения в поколение, я не имею в виду отредактированные версии, которые сейчас продаются, которые были изначально, они же говорят совершенно о других событиях. То есть там тоже события описываются. Ведь я уже в одной из передач говорил, что сказок – это не выдумка, а события, записанные со слов очевидцев или людей, которые данное событие видели. Ведь никто же, не считая сказки посольского приказа, то есть государственного учреждения, выдумкой, так назывались документы. То есть сказками называли документы, записанные со слов человека. Ну, может быть, он был неграмотный, не мог правильно написать. И писарчуки записывали. И всё, что они записали. Ну, у нас же сейчас тоже, будем говорить, следователи пишут сказку. А потом дают человеку и говорят – подпишите. И напишите. Сейчас мои слова записаны и прочитаны верно. Вот так. Но я в каком смысле слово альтернативное применил? С точки зрения современной истории, вот всё, что связано вот с такими вещами, про которые ты говоришь – это альтернатива. Вот в этом смысле, а не том, что это было и не было. Я могу сказать, что можно и официальную историю, да, считать альтернативной. Потому что вся она написана по чьим-то словам, рассказам. И её можно трактовать как угодно. Я уже приводил пример. Многие говорят – вот, исторические документы, они незыблемы. Недавно Москва праздновала День Победы под Москвой. То есть, когда наши войска отбросили германские дивизии от Москвы, и был спор, кто-то в мэрии Москвы сказал, что не надо праздновать этот праздник. И там разгорелся спор, что вот такого депутата надо гнать в три шеи, потому что надо праздновать память в честь всех защитников Москвы. Но тут же возникает вопрос. А те, кто вот на этого депутата ополчился, они чествовать память будут Андрея Андреевича Власова тоже? Или его как защитника Москвы вычеркнут из списка защитников? Хотя Андрея Андреевича Власова, тот же товарищ Сталин, назвал защитника Москвы и наградил его орденом Ленина за победу под Москвой. Но у нас стараются это почему-то замолчать. Также я приводил не раз уже пример о том, как у нас трактовалась победа и кто победил в Великой Отечественной войне. С 1945 по 1947 год все жители нашей страны знали, что войну выиграл Георгий Константинович Жуков, что главная битва была за Берлин, что он принимал парад на Красной площади, что он подписал акт о капитуляции Германии. И этому было куча фактов, документов, кинохроники, свидетелей. Однако в 1947 году Георгия Константиновича ссылают командующим в Киевский округ. И тут же во всех энциклопедиях наши доблестные историки все поменяли. Войну выиграл Иосиф Викторевич Сталин, главная битва была под Москвой, и он был ее руководителем. Куча фактов, документов, кинохроники, свидетелей. Сталин умер, те же самые официальные историки тут же переписали все, и теперь победителем в Великой Отечественной войне стал Никита Сергеевич Хрущев. Самая главная битва была Сталинградская, которой руководил Хрущев, и этому было куча фактов, документов, кинохроники, свидетелей. Сняли Хрущева, пришел к власти Леонид Ильич Брежнев, и тут же победу в войне организовал Леонид Ильич Брежнев. Самые главные бои совершились на Малой Земле, и всему этому было куча фактов, документов, кинохроники, свидетелей. То есть, как мы видим, официальная, так называемая, историческая линия постоянно меняется под мнение и под личность того, кто стоит в руководстве страны. Поэтому любые события, которые произошли в прошлом, также не стоит воспринимать однозначно, потому что они переписывались постоянно. То есть, нам говорят, что, а вот где, допустим, песня о Вещей Малейке? От нее остался список. То есть, переписанный кем-то экземпляр, но не оригинал. Где Баяна в гимн? То же самое. Повесть временных лет. То же самое. Сейчас многие знают и читают в интернете, смотрят по телевизору. О великой древнеегипетской культуре. Там обсуждают книгу Тота Трисмегиста. И еще множество, множество, множество чего. То есть, многие официальные историки спорят между собой, какой из мифов более древний. Но при этом никто не задумывается над тем, что первую трактовку и якобы перевода древних египетских мифов сделал француз в конце XIX века, в середине или в конце XIX века. То есть, все вот эти древнеегипетские мифы, они появились лишь в конце XIX века. А до этого о них вообще никто не знал. Так же, как во многих мифах древней Греции или древнего Рима. Поэтому зачем обращать внимание на официальную историческую науку? Они все равно под каждую новую власть перепишут историю так, как ему угодно. Ясненько твоя позиция, понятно. Теперь еще такой вопрос. Вот тебе приходится постоянно сейчас работать с древними старинными документами. И исходя из того, что ты сказал, у меня возникает такой вопрос. Какова твоя уверенность в том, что в этих документах есть подлинность и правда? Вот с теми документами, с которыми ты работаешь. Ну, во-первых, у меня есть своя базовая основа. Она как бы основана на тех старых книгах, которые я читал еще в детстве. То есть, они хранились у нас дома. То есть, я вот о чем говорил. Кроме того, мои предки, как говорится, передавали, то есть, очень многие предания. Я уже приводил пример, что моя бабушка, мать отца, да, рассказывала, что один из наших предков умер в 168 лет за неделю до своего очередного дня рождения. То есть, ну, я считал, это просто семейное предание, да. Но когда я в 2000-х годах приехал в Беларусь и посетил Погост, я увидел на могиле памятный камень, на котором было написано. Антон Хиневич, 1730-1899. То есть, моя бабушка не просто, как говорится, рассказала мне какое-то предание, да, а я видел могилу этого предка. Я вот о чем говорил. Поэтому старые книги, старые книги, многие же только сейчас достают из архива и оцеповывают. И их, как правило, неправят. Ну, за исключением картинок. То есть, я вот заметил сейчас очень много оцифрованных книг с картинками, ну, допустим, 600-х, 700-х годов. И там древняя Москва, древняя Тверь, Атрахань, да, нарисованы здания, ну, как там литограмюры, да, и на шпилях просто перечеркнуто, как будто это кресты. Ну, если взять пропорции, получается, что здание, допустим, 7 метров, да, а крест на куполе из бревен по 10 метров. Такого не бывает. А потом находишь примерно такую же картинку, но в здании, допустим, в французском или немецком, где путешественники побывали в Москве, да, и зарисовали эти же здания. И на них нет никаких крестов. Поэтому сейчас очень многие люди вот копаются, есть электронная российская библиотека, где очень много древних книг, библиотека Конгресса, французская библиотека, немецкая, итальянская, голландская. И там старинных книг полно. Там буквально только на одних картинках можно видеть о событиях. То есть никого не удивляет, что, допустим, в книжке, который обозначен там 400-ми годами, да, нарисовано войско. Часть едет на лошадях, а часть на динозаврах. Нам, допустим, в школе на уроках истории говорили, что мамонты вымерли 10-12 тысяч лет назад, но в Ютубе есть ролики, где немецкая кинохроника показывает, что в Якутии засняли живого мамонта в 42-м году, а телекомпания сам показала в 70-х годах, тоже в Якутии засняли живого мамонта, который переходит реку. То есть цветное видео. Никуда они не вымерли. То же самое говорили, вот динозавры, пиродактили вымерли миллионы лет назад, ну, и даже говоря точную дату, 65 миллионов лет назад произошла катастрофа на Земле, и все динозавры погибли. Но в сети полно фотографий, где американские военные с трофеями из пиродактили или динозавров. Поэтому верить официальной науке после таких данных вообще не стоит. Хорошо. Тогда следующий вопрос, рожденный из твоего ответа. А вот когда ты изучаешь эти документы, у тебя какое представление появляется? Совпадает ли то, что в них написано, с тем, что ты знаешь? То есть устав жизни, устой жизни, поконы и так далее перекликаются или все-таки в этих документах что-то другое, нежели чем вот в том направлении бытия, в которое ты с детства был погружен? Где-то пересекаются, где-то нет. Потому что не стоит забывать, что очень многие старые книги были написаны на основе того мировоззрения, которое существовало в то время, а не нынешнее. Ну вот, допустим, по-моему, в 90-х годах появилось толкование новой хронологии, о которой рассказывали Носовский и Фоменко. Наверное, все об этом слышали. То есть, когда меня спрашивали, стоит ли читать эти книги, я когда первый раз просмотрел книги, я говорю, ну, прочтите на всякий случай. По крайней мере, карты там подлинные. Но меня в них заинтересовал такой момент. Они объясняли, что многие даты увеличились. Где на тысячу лет, где больше. Когда я был в Германии, то есть, ездил на машине, я заехал в один старый замок. А на каменных, будем говорить, там чуть не полигональная кладка, то есть, крупная кладка, наверху на гербе было написано, по-моему, ИС-642. То есть, ИС-642. Но на карте схеми, да, туристического маршрута, было написано, что замок основан в 1642 году. Хотя, то, что видели мои глаза, как говорится, заснял фотоаппарат, там не было никакой тысячи, а была латинская прописная маленькая буква И. То есть, как раньше, обозначали год от Иисуса, то есть, от времени Иисуса. И исправив букву И на единичку, как это сделал Петр, христианство добавило себе тысячу лет. Поэтому, когда люди говорят, что а как же, вот христианство две тысячи лет. Я говорю, ну, можно сказать, что и три тысячи. я, допустим, помню девяностые годы, когда во многих школах внедрялись учебники господина Сороста по истории. И вот учебник для четвертого класса, введения эры в историю, начинался, допустим, с такой странной праздник. Христианство появилось с четвертого века до нашей эры. То есть, и никто даже из учителей не задумывался, как это христианство могло появиться до Рождества Христова по логике вещей. Перевернув страницу, я увидел совершенно другое. Это мне племянник принес, говорит, дядька, что тут вязью написано? Там красочная картинка и написано первая русская книга. Я читаю вязь, вязи написано, наставление про отца нашего Авраама. То есть, возникает вопрос, какое отношение библейские события имеют к русским книгам? А ведь это с четвертого класса учителя преподают дети. Какое у них будет искаженное мировосприятие? Поэтому все, что происходит вокруг, говорил мой отец, те события, о которых говорят историки, нужно делить на два или на три. И может, что-нибудь будет. А умный человек из Польши, живший в прошлом, Станислав Ежелец, сказал очень мудрые слова. Если из истории убрать всю ложь, это не значит, что в ней останется одна только правда. в результате в ней вообще ничего может не остаться. Хорошо. Тогда еще уточняющий вопрос. Твое писание основывается на исторических справках или исторические справки это дополнение к твоим писаниям с точки зрения твоих знаний о прошлом? Я думаю, этот ответ от тебя будет очень уместен здесь и важен для понимания сути. Я бы не так скажу. Я как бы не отделяю себя от нашего древнего кошелька. И замерь, мы до сих пор говорим, мы победили на Куликовом поле, мы победили на Чудском озере, мы прибили щит на ворота Царьграда, мы разгромили войска Наполеона, мы победили в Великой Отечественной войне. Но мы, наше поколение, мы же не жили в ту эпоху. Тем самым, говоря так, мы не отделяем себя от наших родов, от наших предков. Я пишу свое, а все вот эти, буду говорить, события прошлого, они просто дополняют то, что я хотел сказать и написать в своей книге. То есть, я, как говорится, не слежу за множеством теорий, которые сейчас, одни говорят, что Земля шар, другие говорят, что Земля плоская, третьи говорят, что она вогнутая, четвертые, что она полосфероидная, третьи, что она сотовая, и множество-множство других идей. То есть, если собрать все идеи в кучу, никто не знает, что такое вообще из себя представляет наша Земля. А ведь те же веды, которые запретили в них сказано, что Земля больше, чем вы себе можете представить. ведь в тех же ведах рассказывалось о материках, которые, если посчитать их больше, чем у нас в данный момент и мире. Спрашивается, а где же находятся другие материки? Ну, да, ария на Северном полюсе понятна, она уничтожена. Но взять другое, почему карты 500-х годов, да, особенно все муссируют карту в интернете и по телевидению, особенно на РНТВ, карту турецкого адмирала Перерейса, по-моему, 1513 года, да, почему северно-южные материки безо льда? Там показано, где животные какие жили, где были какие-то поселения, то есть получается, что ледники полярные-то у нас недавно появились, они многие тысячи лет, как нам заявляют, вообще за погодой начали смотреть с конца 19-го века, а сейчас нам пытаются рассказать, какая погода была на земле 100-200-300-500 ледников. Но это то же самое, как судить о проезде всей трассы болида Формулы-1 по одному короткому прямому участку. То есть, говорят, вот трассу прошел по скоростью 300 км в час гонщик, но на поворотах он не ездит, там он скидывает скорость до 40, а то и до 20 км в час. А значит, не по всей трассе скорость 300. Но нам дают все усредненное. Поэтому и надо относиться официально, что это усредненное мнение на данный момент. То есть, сейчас большинство людей считает, что Земля шар, а буквально несколько столетий назад Джордана Бруна сожгли за то, что он это утверждал. И только в 20 веке католическая церковь покаялась и сказала, что была неправа. Погорячились, конечно. Поэтому судить о том, что было сейчас, у нас доходит вообще даже смешно. Многие современные ученые заявляют, читая летописи, очевидцы ошибались. события происходили так, как мы говорим. То есть, они берут на себя смелость утверждать, что они знают о событиях прошлого лучше, чем те люди, которые жили в те времена. Перед началом эфира мы с тобой как-то разговорились по поводу того, что произошло с Михаилом Николаевичем Задорновым. И вопросы и к тебе приходят, и к нам приходят, и они однотипные. Ну, звучат примерно так. Вот Задорнов так долго славянскую веру пропагандировал, древний наш образ жизни пропагандировал, фильмы снимал, рассказывал, очень даже много рассказывал, не только на каких-то специальных выступлениях, но и на концертах. И тут вдруг перед самой смертью принял крещение, говорят, но на самом деле, поскольку он был крещен, то второй раз обычно крещение принимают. В общем, был по всем правилам церковным, христианским соборован. Вот я, конечно, имею свою точку зрения, но хотелось бы услышать твою точку зрения. Что ты скажешь об этом, чтобы, может быть, закрыть этот вопрос и к тебе и ко мне больше не обращались по этому вопросу? Михаил Николаевич в своих интервью неоднократно говорил, что для него вера предков важнее любой религии. Поэтому он и снимал свои фильмы. И отношение его к христианским священнослужителям было однозначным. Во всех его передачах он их высмеивал. То, что христианские священники объявили, что они его там якобы причастили и соборован, но я считаю, что это выдумка. Так как человек находился, как уже многие те, кто был с ним рядом, заявили, без сознания, и они просто решили примазаться к памяти великого человека, чтобы себе как престиж увеличить. Ведь взять ту же книги не Ольгу, да, ее почему увеличить? А вот какая, смотрите, была злобная язычница, да, а потом веру своих предков отриняла и приняла христианство. Поэтому ее стали почитать святой. Но при этом было множество версий о том, как Ольга крестила. То есть есть мнение, что она, чтобы заключить там торговые договора, ездила в Крим и у местных перед тем, как заключить договор, приняла крещение у местных крещеннослужителей. То есть для них это, возможно, был обряд крещения. Она это воспоминала как купание ван. После этого она поехала в Крым, где прошла точно такой же обряд у Ариан. Далее она направилась в Византию. В Византию приехала и подайте кредит на войну для сына. Ей говорят, дадим при одном условии. Ты выж замуж за базиленцев. Она в чем проблема? И проблема в том, что вот христианин не может взять жену и изучить инцид, должна принять христианство. Она говорит, да я же вот Крыму только приняла. Вариан они говорят, нет, это оделись, схематики, надо вот у нас, у Артодок. Она говорит, да без проблем, покрестить меня будет сам Базилец, император и женительский. Тот обрадовался, все, окрестил ее, говорит, ну теперь давай жениться. Она ему говорит, так сись, ты меня крестил, ты мой крестный отец, как-то отец может жениться на дочери. Все, и взяв кредит, уехала на Русь с деньгами для сына. То есть очень, как говорится, мудрая женщина была. Поэтому сейчас многие будут заявлять, я не удивлюсь, что могут заявить те же лютеране или протестанты Прибалтики, что Михаил Николаевич у них там покрестился, да, значит им надо почитать, то есть это их, как говорится, человек, потому что он жил в Латвии долгое время. Поэтому я ничему не удивляюсь, просто меня неприятно слышать, как люди начинают выдумывать то, чего не было. Вот так. Понятная версия твоя, понятное рассуждение. Тоже спросили, а какое мое мнение? Мое мнение сходится с Александром Юрьевичем мнением, потому что я знаю, что такое онкология, тем более онкология головного мозга, и в некоторых случаях человек может лежать овощем несколько недель перед смертью, и говорить о том, что он что-то там осознанно принял, это, конечно же, на совести того, кто говорит, как в анекдоте. Ну вот мой сосед же говорит, ну вот и вы говорите вот из этой же серии. Помню, когда люди общались с ним, да, после его выступления, и говорили, ну а вот, если там вдруг, он говорит, да никогда не говорил, я никогда ни при каких условиях не пойду к попам. Это его слова, которые он говорил людям. И там слышали не десятки, а сотни. Поэтому заявлять, что он там узнал о такой беде, пошел к ним, я ни за что не поверю. Народное славянское радио для пытливых умов. Продолжение слушайте в следующей части. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok